В давницах этого двухповерхового коттеджа началось летом. Сегодня он целиком готовы до встречи с новыми господарами. Ими станут Наталья, Миколай Агафоновы и пятеро их приемных детей. Яна вырастили родную дачку и двой, шестолей дядолем и бабулей. Усыновить приемных детей пропоновала Наталья. Муж идею подтримал. Упершенью своих будущих батьков. Готые дети увидели в вересне и одразу же назвали мамой и татом. Арсений был в доме малютки. Он вообще отказничок. Его за три года никто ни разу не навестил. Вот. Никто. Детям нужна ласка, забота. Самое главное. Тепло родительское деткам нужно. Старые дети, кажутся, для их новогодних жаданий увособляются уже зараз. За день до официальных открытий в новом доме семья Агафоновых упершенью застрелась в полном составе. Дорога, в ближайший год она пополнится еще пятью детьми. Относимся мы друг к другу хорошо. Называем маму и папу. С появлением моей новой мамы и папы в моей жизни изменилось все. А это будет первый Новый год, когда мы соберемся с семьей вместе. Этот детячий дом семейного типа – 42-й полик у Гомельской области. На его будовництво с областного бюджета было выделено 320 тысяч динаминованных рублев. Коттедж, площадь больше за 190 квадратных метров, обсталеваны усюю необходной меблей, техникой и навод системой видеоназирания. Школы-интернат у нас уже нет. Который год подряд мы практически выполнили поручение президента Республики Беларусь о ликвидации школ-интернат общего типа. И у нас уже их не существует. На Гомельщине у детячих домах семейного типа сенья выховывается 298 хлопчиков и девочинок. На наступном тыднех эта личба повеличится на 6. Столько детей со своими приемными батьками поселятся у Новый дом в Чачирском районе. Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова